Скрип колёс, громкий взрыв, густой дым. Эти кадры навсегда останутся в личном архиве и памяти Вадима Максимова, подполковника милиции и ветерана Чеченской войны. Боевики оставили в здании несколько тонн взрывчатки. Вывести её у группы спецназа не получалось. Слишком высок риск. И тогда было принято решение взорвать её на месте. Детонатор активирован. Начался обратный отсчёт. До взрыва несколько секунд. И вдруг на дороге появляется женщина. Спецназовцы садятся в машину и успевают отвезти прохожую на безопасное расстояние. Когда на кону жизнь, есть только один вариант – действовать, не раздумывая. Вадим Владимирович вырос в семье военных. Дед участвовал в Великой Отечественной. Брат служил в Афганистане. Поэтому уже с детства Вадим Максимов решил, что тоже будет защищать свою страну. После армии служил в патрульно-постовой службе МВД и в уголовном розыске. А в 90-е боролся с наркоторговцами и организованной преступностью. Первую командировку на Северный Кавказ отправился в 1994 году, уже в отряде специального назначения. Тогда в Чечне появилась самопровозглашённая республика Ичкерия со своими законами и порядками. Смог увидеть, как всё происходило, откуда что росло, как рушится власть, как появляется безвластье. И на почве безвластия вылазят националисты, экстремисты. Начинается правовой беспредел, захват людей, грабежи, разбой, убийства, наркотики. Всё это цветёт полным цветом. В одной из операций группа спецназа во главе с Вадимом Максимовым защищала гражданский поезд. Террористы узнали об этом и пустили на огромной скорости встречный состав. Избежать столкновения не удалось. Я был готов ко всему, что будут стрелять, взрывать. Там я ещё так психологически готовился. Но что надо мной про появится поезд, что я буду по поезду. Вот к этому я не был готов. То есть это у меня поезд надо мной пролетел. Я бы находился на первой платформе и при столкновении мы залетели под локомотив, который прошёл над нами. За отвагу в этой операции Вадима Максимова наградили медалью. Потом было ещё три медали и орден за заслуги перед Отечеством второй степени. За каждой наградой история невероятной смелости и самоотверженности. Зашли вовнутрь, вывели оттуда специалистов, подавили огневой контакт, ликвидировали боевиков и вынесли тяжелораненого оттуда. Ну, соответственно, пока был боеконтакт, сами нас гранатовую закидали внутри, поэтому тоже получили контузии. Вы даже получили? Ну, было. Сейчас Вадим Владимирович на ПНС и состоит во всей российской организации ветеранов «Боевое братство». И каждый год приходит на встречу поколений, чтобы пообщаться с молодыми ребятами. Ему важно, чтобы молодёжь знала, что происходило на той войне и стремилась защищать родину. Екатерина Брега, Андрей Глушенко, Новости, ИКС-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова